В народе Троицу называют Пятидесятницей и Зелёным Воскресеньем, а неделю перед ней — Зелёными Святками. Это праздник возрождения природы, поэтому его главными атрибутами считались травы и цветы. Традиции и обряды на Троицу. Наши предки верили, что в этот день земля приоткрывает свои тайны. Утром на Троицу собирали растения вместе с росой и шли с ними в церковь. Из трав делали отвары, выпить настой должен был каждый член семьи. Верили, что он поможет от всех болезней. На праздник готовили блюда с цветами и приглашали гостей. Верили, что чем больше будет людей за столом, тем счастливее и богаче станут хозяева. А ещё на Троицу парились берёзовыми вениками, били ими по сорок раз вдоль и поперёк тела, чтобы ушло плохое и пришло хорошее. Также вечером больные ходили босиком по земле, чтобы набраться здоровья, а ночью те, кто желал разбогатеть, искали клады. Существует ещё один обряд на финансовую удачу. На рассвете собирали травы и клали их в место, где хранятся деньги. После того, как трава засохла, её сжигали, а пепел развеивали. Троица – важное время для влюблённых. В этот день проводили смотрины и посылали сватов. Считалось, что брак тогда будет счастливым. Семья крепкой, а дети здоровыми. Чтобы найти себе пару, молодые люди срезали ветки с дерева и пускали ствол по реке, чтобы природа помогла сбыться задуманному. Девушки, чтобы выйти замуж, пекли булочки в виде венка, которые назывались козулями или козульками. Несли их в лес, разжигали костёр и угощали с добой друг друга. Обязательно съедали по кусочку от разных булок. Чтобы узнать время замужества, плели венки, вешали их на берёзы, затем уходили. Если спустя время венок пропал, то свадьба будет в этом году. Чтобы парень не разлюбил, венок из цветов заговаривали, бросали в воду и уходили, не оглядываясь. Чтобы муж не изменял, из берёзовых листьев делали отвар, заговаривали его, подливали в питьё и еду мужчине, гадали и на желание, на берёзовые ветки, наговаривали свои мечты и ставили в воду. Если листья завяли, то задуманное не исполнится. Ветка пустила корни, желание скоро воплотиться в жизнь. Какие же приметы на Троицу? В Троицу нельзя заниматься домашней работой. Запрещено чинить забор. Кто под дождь попадёт, тот разбогатеет. Два голубя на крыше дома, скоро свадьба. Ворона каркает, жди плохих новостей. В доме появились щенки, появятся и дети. Кошка принесла мышь, в семье будет достаток. После дождя выглянуло солнце, скоро пойдут грибы и ягоды. Сильный ветер, это значит, будет неурожай моркови. Гроза не будет зерна. Поскольку у Пасхи нет точной даты, то и День Святой Троицы каждый год отмечается в разное время. В 2021 году православные верующие отмечали Пасху 2 мая. Значит, Троица наступит 20 июня. Праздник Троицы приурочен к событиям, произошедшим на 50-й день – Пасхи. Накануне Троицы в церквах совершается всенощное бдение. Сам праздник служится Великая Вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа. А на следующий день после Троицы, 21 июня, отмечается Духов День, который посвящен прославлению Святого Духа. По церковным правилам на Троицу нельзя делать зла, обращаться к языческим обрядам или совершать ритуалы. А я вас благодарю за внимание. Желаю вам счастливой, радостной Троицы. Подписывайтесь на мой канал и всего вам самого-самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!